В аэропорту города Сиэтл, штат Вашингтон, разразилась непредвиденная ситуация. Один из новейших пассажирских самолетов не мог вылететь, двигатель отказал прямо перед тестовым запуском. Инженеры, техники и руководство авиационного центра были в замешательстве. Проблема оказалась сложной, нестандартной и, на первый взгляд, нерешаемой. Диагностика не выявляла очевидных неисправностей, а каждый час простоя обходился компанией в десятки тысяч долларов. Директор технического отдела Ричард Хьюилл, человек с многолетним опытом и репутацией жесткого профессионала, был на пределе. Он вызвал лучших специалистов компании, но те лишь разводили руками. Тогда, почти в отчаянии, он с иронией и холодной усмешкой бросил вызов женщине, работавшей простым механиком, тихой, незаметной, с длинной историей работы в авиации. Ее звали Сара Миллер. Она не имела громких званий, не заканчивала престижных вузов, но за плечами у нее было 20 лет опыта и безупречная интуиция. Пока все обсуждали отчетность и искали ошибки в программном обеспечении, Сара просто подошла к двигателю и стала внимательно осматривать каждую мелочь. Она заметила то, что упустили другие микроскопическое смещение в одном из узлов подачи топлива, которое не фиксировалось датчиками. Ее руки работали уверенно, быстро, с практической точностью. Она разобрала часть механизма вручную, перепроверила соединение, устранила неисправность и собрала все обратно. Через час двигатель был снова запущен и заработал идеально. Без ошибок, без перебоев. Как новый. Ричард Хьюилл стоял в стороне и наблюдал, как двигатель оживает. На его лице читалось потрясение. Он не ожидал, что та самая простая женщина справится с тем, что оказалась не под силу даже его лучшим инженером. Все руководство компании вскоре узнало об этом случае. Он стал примером того, как знания, опыт и внимание к деталям могут оказаться важнее титулов и громких должностей. Сара не изменилась. Она вернулась к своей обычной работе в ангаре, словно ничего не произошло. Но в глазах тех, кто был свидетелем событий в Сиэтле, она уже давно не была просто механиком. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.